В двух словах, сама концепция – это основные приоритеты, которые мы видим и хотели, чтобы эти приоритеты были поддержаны депутатами. Первое – это мы будем уделять больше времени и внимания и ресурсов на развитие муниципального транспорта, на создание безопасной пешеходной инфраструктуры и на реорганизацию в том числе уличной дорожной сети и парковок. Почему эта концепция возникла именно сейчас? Потому что за последнее время на органы местного соуправления передали полномочия, в том числе по штрафам и по эвакуации. Иными словами, два или три года назад город не мог ни штрафовать, ни эвакуировать, сейчас такие полномочия у нас есть. Поэтому сегодня, имея такие полномочия, мы хотим подойти комплексно, а именно мы хотим сделать инвентаризацию улично-парковочного пространства, мы хотим сделать эти услуги максимально прозрачными за счет современных сервисов. Это оплата eSMS, это использование мобильных приложений, чтобы это было удобно. Ну и третьим блоком является то, что мы видим, что основным оператором по парковкам должно быть муниципальное, коммунальное, профильное предприятие «Детский транспорт сервис». Ну и это основные акценты. В самой стратегии еще, кроме того, предусмотренные, мы считаем, что нужно больше уделять внимание электрическому транспорту. Один из примеров, мы считаем, что те, у кого есть электрический транспорт, должны за паркование платить меньше, чем те, у кого есть просто машинный двигатель внутреннего возграния. То есть, на самом деле, там блоков много. Почему нужна концепция? Потому что в рамках реализации этой концепции мы будем писать отдельную программу с отдельными конкретными мероприятиями, в которые будет выделяться тот или иной конкретный бюджет. Ну, например, для того, чтобы организовать систему штрафов, нужно набрать инспекторов, купить им форму, создать им условия, там, материотехническое снабжение. Но это уже реализация той стратегии, которая сегодня была принята на сессии. И сама дискуссия говорит о том, что, несмотря на то, что еще тогда концепция не была принята, но сама дискуссия говорит о том, что эти вопросы очень актуальны. Если мы говорим о европейской практике, цивилизованной практике, действительно, центр города, он максимально разгружен от транспорта, кроме общественного транспорта. Но, опять же, реализовать это на деле можно, имея не только систему стимулирования, но еще и систему привлечения к ответственности. Поэтому, конечно, мы считаем, что центр должен быть максимально удобен, прежде всего, для пешеходов. Но, опять же, имея такую концепцию программы, мы это будем делать максимально прозрачно, в том числе и с привлечением не только депутатского корпуса, но и экспертов и общественности. Концепция не говорит о том, что в центре города должна быть или не должно быть парковки. Концепция говорит о стратегии. На первом месте пешеход, велосипедист, общественный транспорт и лишь обычный автомобиль на последнем месте. Концепция предусматривает, что единым оператором в городе будет коммунальное предприятие. А что будет с частными парковками? У нас, как таковых, частные парковки есть только в том случае, если земля под этими парковками находится в частной собственности. Если мы говорим про основную массу парковок, то сегодня это территория города, и поэтому в перспективе будет запланирована замена операторов. Мы в самой концепции, вот если поставить концепцию, там одно из серьезных мероприятий – это ревизия улично-дорожного пространства и паркования. Поэтому, конечно, мы это будем делать, но тут еще есть, как говорят, второй момент. К сожалению, многие ДБН были написаны тогда, когда города развивались и были вообще другие условия развития городов. Поэтому понятно, что мы будем делать… Это большая работа, сама ревизия улично-дорожного пространства. Поэтому мы будем смотреть не только с точки зрения ДБНов, но еще необходимости и целесообразности. Когда мы начнем реализовать проекты по организации и наведению порядка на парковках, это будет хорошим стимулом для того, чтобы в том числе и сделать маршруты с автобусами повышенной комфортности. Концепция – это основные акценты, которые сегодня были поддержаны депутатским корпусом. Дальше мы будем делать все, чтобы на следующей сессии вынести программу, где уже будут четко написаны и конкретные мероприятия, и сроки реализации. Но я могу сразу сказать, что такого рода реформы в реорганизации должны занимать не менее от 3 до 5 лет. Если мы хотим действительно получить систему, а не какие-то разовые мероприятия, которые не являются, на мой взгляд, эффективными в перспективе. Это большая работа, и мы ее будем делать.